Друзья, всем привет! Вы на канале ММА Ревью. И сегодня у нас на повестке дня крайне интересный разбор поединка, в котором сразится российский легковес Арман Царукьян с канадским бойцом Оливье Обин Мерсье. Официально бой пополнил номерной карт UFC 240, который пройдет 27 июля в Эдмонде в Канаде. И сейчас мы без лишней воды и соплей постараемся разобраться, Сможет ли Арман переехать кореша Сан-Пьера и Оливье Обин Мерсье затащит домашний поединок? Ставьте лайк и поехали! Арман Царукьян представляет Россию и Армению. Ему 22 года. Скромный, воспитанный и очень положительный парень. Дебютировал на UFC в Питере, где дал бой Исламу Махачеву, уступив близким решениям судей. Но матчмейкеры приметили яркого, харизматичного бойца и дали ему очень хороший бой в номерном карде. В целом же Арман полностью укомплектованный боец, хорошая борьба, грэплинг. Да и плюс ко всему не брезгует, наглухо вырубит соперника. Несмотря на свой возраст, крайне умелый боец. И легкой прогулкой для любого легковеса он не является. Провел он за карьеру 15 боев, одержав 13 побед при двух поражениях. Оливье Убин-Мерсье, канадец, ему 30 лет. Достаточно матерый боец, провел уже 11 боев в UFC. Сейчас идет на серии с двух поражений подряд решениями судей, уступив Александру Эрнандесу и Гилберту Бернсу. Сейчас заявляет, что крайне мотивирован выйти на победную тропу и готов сразиться с любым соперником. Его плюсы это борьба и джиу-джитсу. Провел Оливье за карьеру 15 боев, одержав 11 побед, 8 из них с обмешанным при 4 поражениях решением судей. Теперь перейдем к отдельно взятым аспектам боя и давайте кратко по ним пробежимся. Для начала сравним кардио, опыт и антропометрию бойцов. Что касается кардио, то большого фаворита выделить тут сложно. Три раунда, оба на три раунда хорошо готовы. Но пересмотрев последние бои спортсменов, заметил, что Оливье сильно сдает позиции в третьем раунде. И как только у него что-то идет не по плану, он просто пытается бороться и лежать. С Арманом же вряд ли такой номер пройдет, ну а в целом дистанция для обоих проходима. Рассматривая опыт, у обоих одинаковое количество боев. Разница только в том, что Оливье провел почти все бои в UFC. Но так как он встречался далеко не с самой сильнейшей позицией и громких имен в своем списке не имеет, называть его фаворитом не стоит. И теперь аспект антропометрии. Арман ниже ростом канадца примерно на 5 сантиметров. Но зато имеет на 5-6 сантиметров больше размах рук, что тоже очень неплохо. А так оба бойца крепкие и с хорошей физической формой. В итоге же дополнительный интерес в этом бою, что соперники плюс-минус похожи. И во всех аспектах нельзя сказать, что прям кто-то на голову выше. В кардио мне кажется они равны, но в третьем раунде Арман будет получше. А в антропометрии и опыте различия копеечные. Далее у нас поединок в стойке, где есть Убин Мерсье. Ярким ударником его назвать сложно. Из его арсенала это только синий пояс по тэквондо. В стойке он очень аккуратен и идет вперед только в том случае, если уверен в себе. В основном работает вторым номером, неплох на ногах, на руках довольно простоват. Нокаутирующим ударом не славится, хотя боец сильный и кажется очень мощным. Защита его тоже далеко не лучшая, да и чё уж там, ловит он практически все, что в него летит. Арман также базовым ударником не является. Но своей ударкой занимается намного плотнее, хорошо добавляет в боксе, тайском боксе. Его арсенал ощутимо расширяется от боя к бою. Удары с разворота, уширы, бэквисты. Плюс всегда на выходе из размена он грамотно вставляет миддлкик или хэткик, что уже не один раз ему приносило плоды. По итогу мой уверенный фаворит в стойке именно Царукян. Мало пропускает, много бьет. Работает первым номером и без проблем может потушить соперника. А вот что касается партера, тут все не просто так. И я думаю борьбы в этом поединке мы увидим много. Канадец имеет черный пояс под джиу-джитсу, черный пояс под дзюдо. На протяжении определенного времени был в национальной сборной своей страны под дзюдо. И кто до этого момента, друзья, думал, что он совсем печальный и проходной соперник? Совсем все не так в борьбе и раскрывается его сущность. Вся его игра в октагоне сводится к переводам на канвас и сабмишинам. 8 побед приемом он одержал в 11 боях и на канвасе он очень непрост. Правда, чтобы в легкую переехать Армана черного пояса под дзюдо мало. Арман является мастером спорта по вольной борьбе, чемпионом России по грэплингу. И партер это также его сильнейшая сторона. И выбирая фаворита в этом аспекте, кто круче на канвасе, определенно сказать тяжело. Но одно скажу точно, по статистике канадец переводит хреново. Всего в 35% случаев он бросает соперника. И тут такой вопрос, бросит ли он вот так мастера спорта по вольной? Я почему-то сомневаюсь. Мой прогноз на бой это победа Армана Царукяна. И не потому, что он мне нравится и я буду за него топить. А потому, что реально уверен, что он заберет победу. Физически он не уступит, в борьбе не проиграет. А то и наоборот без проблем может переиграть. Как это сделал тот же Александр Эрнандес с похожей базой на Армана, но даже послабее. А в ударке вырубить конечно не знаю. Канадец стойкий, но перебить и перебоксировать это вполне реально. Вот такое вот противостояние, друзья, которое с нетерпением ждем. Пожелаем Арману удачи. Второй бой в лучшем промоушене мира. Опять против непростого соперника. Уверен, у него в этот раз все получится. Обязательно, друзья, поддержите нашего бойца перед таким важным поединком. А у меня же на сегодня все. Если вам понравился разбор, поддержите его своим мощным бойцовским лайком. Обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А то Ютуб как-то криво рекомендует в последнее время. И конечно подписывайтесь на канал. Всем мир и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok